привет друзья вы на канале нелли хендмейт сегодня будет короткий урок для начинающих вязать игрушки крючком он будет очень подробный с пояснениями со всеми петельками убавками прибавками мы будем вязать вот такую маленькую мартышку размером с ладошку ее можно использовать как подвеску как брелок как украшение для рюкзака или как просто маленькую игрушку карманного друга все детали вяжутся по отдельности мы свяжем сначала голову потом тело потом ушки ручки ножки хвостик и свяжем мордочку все эти детали мы сошьем и пришьем глазки вышьем мордочку и маленькие вот эти аккуратненькие бровки сначала я расскажу о материалах которые нам понадобятся а потом начнем вязать я буду вязать из пряжи yarnart джинс основной цвет темно-коричневый и дополнительный цвет у меня вот такой молочный какое-то пленое молоко нам понадобится также акрил темного цвета черный либо темно-коричневый для вышивки мордочки оформления понадобятся иголки крючок я вяжу крючком 2 1 миллиметра ножницы и немного наполнителя и еще нам понадобятся пришивные бусинки обычные небольшого диаметра примерно миллиметра 3 первая деталь это голова начинаем с двух воздушных петель либо кольца амигуруми я делаю 2 воздушные петельки 1 и 2 дальше во вторую от крючка петлю я вяжу 6 столбиков без накида 1 в эту же петлю 2 в эту же петлю 3 4 5 и 6 вязать деталь мы будем по спирали поэтому ряд не замыкаем продолжаем вязать в первую петлю предыдущего ряда 2 ряд 6 прибавок в каждую из шести петель предыдущего ряда мы провяжем по одной прибавки первый столбик и второй столбик в эту же петлю первая прибавка готова вяжем еще пять всего шесть прибавок в этом ряду в сумме получается 12 петелек можно использовать маркер для счета рядов я использую нить другого цвета можно взять нить немножко тоньше чем основная вот так я его перекладываю перед петелькой и начинаю вязать следующий ряд следующий ряд мы вяжем в следующую петлю 1 столбик без накида а следующую за этой петлю вяжем прибавку то есть мы повторяем 1 столбик без накида и прибавка повторяем 6 раз по кругу 1 столбик и прибавка вот мы провязали два таких элемента дальше повторяем еще четыре раза это готово третий ряд мы провязали перекладываю маркер вперед четвертый ряд 2 столбика без накида 1 столбик в одну петлю 1 столбик во вторую петлю и в третью петлю вяжем прибавку и повторяем этот отрезок 6 раз по кругу снова вяжем 1 столбик второй столбик в отдельные петельки и в третью петлю делаем прибавку то есть два столбика без накида в одну петлю есть повторяем 6 раз по кругу в этом ряду должно получиться 24 петли можно переложить маркер следующий ряд мы вяжем 5 столбиков без накида прибавка и повторяем этот отрезок 4 раза в этом ряду у нас будет 28 петель первый столбик второй третий четвертый пятый следующий столбик я вяжу прибавку 2 столбика без накида в одну петлю и повторяю это четыре раза по кругу снова 5 столбиков и прибавка и Продолжение следует... 6, 7, 8 и 9 ряды, то есть следующие 4 ряда, мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. То есть не делаем ни прибавок, ни убавок, просто вяжем столбики без накида по кругу. Я провязала 4 ряда по 28 петелек, перекладываю снова маркер, переложила маркер, 10 ряд, вяжем 5 столбиков без накида и убавка. Повторяем 4 раза по кругу в ряду 24 петли. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый по одному столбику и дальше вяжем невидимую убавку. Как выполняется невидимая убавка, мы вводим крючок под переднюю стенку следующей петли и под переднюю стенку следующей за ней. То есть две следующие петельки мы провязываем вместе, но только за переднюю стенку. Захватываем нить, выводим ее вперед и провязываем столбик без накида. Вот так выглядит невидимая убавка. И продолжаем вязать. Снова вяжем 5 столбиков без накида. И одну невидимую убавку. Повторяем до конца ряда всего 4 раза. 11 ряд, два столбика без накида. 1, 2 и убавка. Повторяем этот отрезок 6 раз по кругу. В ряду остается 18 петелек. Продолжение следует. 12 от делаем убавки через 1 столбик 1 столбик и убавка повторяем 6 раз в ряду остается 12 петелек 1 столбик и убавка и снова 1 столбик и убавка на этом этапе можно уже набивать голову чтобы потом мы не мучились с маленьким отверстием которое остается берем наполнитель и хорошенько плотненько набиваем эту деталь 2 2 3 Продолжение следует... Возвращаемся к вязанию и вяжем последний тринадцатый ряд. Он у нас будет состоять из следующих элементов. Вяжем два столбика без накида, невидимая убавка. И повторяем эту комбинацию три раза. Еще два столбика без накида, убавка. Два столбика без накида, убавка. Последний я делаю соединительный столбик, я ввожу крючок под следующую петельку, вывожу его вперед и сразу протягиваю через ту петлю, которая у меня на крючке. Обрезаю нить и делаю еще воздушную петельку для того, чтобы затянуть последнюю петлю. Хорошенько затягиваю, убираем маркер, он нам не нужен. И добавим еще немножко наполнителя. На этом остановимся. Первая деталь готова. Голова имеет вот такую кругленькую форму. Мы ее набиваем плотно. Глазки безопасные я не устанавливаю, потому что я буду использовать пришивные бусинки. Вторая деталь это тело. Мы вяжем ее тоже из темной основной пряжи. Начинаем с четырех воздушных петелек. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Первый ряд. Мы начинаем вязать во вторую от крючка петлю. Делаем два столбика без накида во вторую от крючка петлю. Первый. Второй. Один столбик в следующую петельку. Четыре столбика без накида в последнюю петлю этой цепочки. Один. Два. Три. Четыре. Следующую петельку мы продолжаем вязать теперь по другой стороне цепочки. Вот мы набрали в самом начале четыре воздушные петли. Связали по этой стороне столбики. И теперь вязание завернуло за угол. Мы связали в последнюю петлю четыре столбика. За счет этого вязания развернулось. И мы продолжаем вязать по другой стороне цепочки. в эту петлю мы вязали столбики 4 столбика в следующую за ней вяжем один столбик и в следующую еще два столбика без накида 1 и 2 вот так выглядит первый ряд тела мартышки он имеет овальную форму то есть мы вяжем уже не по кругу не так как вязали голову и дальше будем вязать также по спирали поэтому ряд не замыкаем продолжаем вязать первую петлю предыдущего ряда в эту первую петлю мы вяжем 3 столбика без накида в одну петлю 1 2 столбик и 3 дальше 4 столбика без накида по одному столбику в каждую петельку 1 2 3 4 в следующую петлю также 3 столбика без накида и по 1 по одному столбику 4 столбика дальше в каждую петлю по 1 2 3 4 я установлю маркер в этом месте и следующие три ряда 3 4 и 5 ряд я буду вязать по одному столбику в каждую петлю в этом ряду у нас будет 14 столбиков без накида по кругу провязали 3 ряда переставляем маркер шестой ряд 1 столбик без накида 1 невидимая убавка 5 столбиков без накида 1 невидимая убавка и 4 столбика без накида 7 8 9 ряды вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю в каждом ряду будет по 12 столбиков провязали 3 3 ряда по 12 столбиков в каждом теперь будем набивать эту детальку набиваем ее достаточно плотненько и последний ряд десятый у нас будет 2 столбика без накида и убавка и мы повторим этот отрезок три раз в ряду должно остаться 9 петель 1 столбик 2 и невидимая убавка повторяем три раза столбик 2 убавка я также заканчиваю деталь соединительным столбиком и воздушной петелькой нить обрезаю оставляю сантиметров 30 для того чтобы удобно было пришивать детали друг другу затягивая убираю маркер и добавляю еще немного наполнительно верхнюю часть детали вот такой получилась деталь тела 2 воздушные петли и во вторую от крючка петлю 5 столбиков без накида 1 столбик 2 3 4 4 и 5 вяжем по спирали второй ряд 5 прибавок каждую петельку вяжем прибавку в ряду будет 10 столбиков без накида 2 прибавка 3 4 и 5 я поставлю маркер третий ряд 1 столбик без накида 1 прибавка и повторяем этот отрезок пять раз в этом ряду будет 15 столбиков без накида переставляю маркер 4 5 и 6 ряд вяжем по 15 столбиков без накида в каждом ряду то есть по одному столбику в одну петлю 3 ряда провязали по 15 столбиков переставляем маркер и в седьмом ряду мы делаем 3 столбика без накида и одну невидимую убавку повторяем эту часть три раза по кругу у нас останется 12 петелек в ряду 3 столбика и невидимая убавка и третий раз три столбика и невидимая убавка в восьмом ряду мы сделаем убавки через два столбика вяжем два столбика и убавка повторяем эту часть три раза в ряду останется 9 петелек и 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 второй и третий ряд будут по 8 столбиков в каждом ряду то есть по одному столбику без накида каждую петельку 1 2 3 4 5 6 7 8 вернулись к началу ряда можно ставить маркер можно в таких маленьких коротких рядах я обычно маркер не ставлю он мне мешает и еще один ряд 3 вяжем также 8 столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю 1 2 3 4 5 6 7 8 теперь вот эту нить которая у нас была началом вязание мы ее спрячем внутрь она уже будет частью набивки и в следующем ряду сделаем 2 убавки мы провяжем 2 столбика без накида и убавка повторим эту комбинацию два раза первый столбик 2 невидимая убавка еще один столбик 2 и невидимая убавка в этом месте нам нужно будет сменить цвет как мы это делаем мы вяжем следующий столбик начинаем вязать этим же цветом но не довязываем оставляем две петельки на крючке берем последующий цвет коротким концом направо а на рабочую сторону прикладываем вместо бежевого цвета и довязываем этот столбик уже коричневым цветом теперь я складываю короткий конец коричневой нити и бежевую нить вместе и спрячу их внутри следующих столбиков я делаю это будет второй столбик в этом ряду вот таким образом оставляя эти две нити между петельками я их кладу сверху на петельки и вот так они у меня прячется первый столбик мы провязали наполовину белый то есть это уже третий столбик в этом ряду всего у нас шесть столбиков довязываем ряд до конца шесть теперь можно обрезать эти хвостики они нам больше не нужны мы их закрепили достаточно прочно они никуда не денутся не убегут вот эти коротенькие хвостики можно заправить внутрь детали чтобы они не болтались и не мешали нам если вы вяжете игрушку из более толстой пряжи и она у вас получается большего размера то ее можно наполнить наполнителем вот эту часть детали так как у меня очень маленькая игрушка то я совсем совсем чуть-чуть положу наполнителя даже достаточно проблематично набивать такие мелкие детали вот но я чуть-чуть все-таки добавлю для того чтобы придать объема этой нижней части ручки первый ряд у нас готов можно поставить маркер чтобы удобнее было считать и провязываем это был пятый ряд еще шестой седьмой восьмой и девятый еще четыре ряда провязываем по шесть столбиков в каждом ряду то есть по одному столбику в каждую петельку и восьмой и 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 готова маркер можно убрать вот так выглядит ручка делаем соединительный столбик воздушную петельку оставляем сантиметров 15-20 чтобы пришить деталь к телу затягиваем последнюю петельку и вот вот так выглядит ручка вяжем аналогично вторую деталь точно также схема вязания ножек очень похожа на схему вязания ручек мы начинаем с того же кольца амигуруми либо двух воздушных петель как вам удобно я вяжу две воздушные петли во вторую от крючка петлю вяжу 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 и 8 2 3 и 4 ряд 3 ряда мы вяжем по 8 столбиков без накида можно поставить маркер чтобы было удобно считать первую петлю предыдущего ряда вяжем первый столбик и дальше по одному столбику в каждую петлю должно быть восемь столбиков второй ряд сразу придаем форму детали закругляя ее в правильном направлении чтобы она у нас не вывернулась наизнанку третий ряд начало вязания прячу внутрь детали четвертый ряд провязали 8 столбиков без накида в следующем ряду сделаем две убавки мы провязываем два столбика первый второй и одну невидимую убавку и повторим еще раз первый столбик второй и одна невидимая убавка в этом ряду у нас получилось 6 петелек немножко наполним деталь нижнюю часть ножки так же как мы ручки наполняли совсем чуть-чуть и пришло время сменить цвет на коричневый делаем первую петлю белым цветом дальше прикладываем коричневую пряжу делаем довязываем этот столбик коричневым цветом и складываем лишние хвостики складываем лишние хвостики вместе и прячем их внутрь столбиков следующих 6 столбиков в ряду провязали первый ряд обрезаем хвостики спрячем их внутрь детали это был шестой ряд и еще седьмой восьмой девятые десятые четыре ряда мы провяжем по 6 столбиков без накида в каждом ряду заканчиваем соединительным столбиком воздушной петелькой оставляем 15-20 сантиметров на пришивание нить обрезаем затягиваем последнюю петлю убираем маркер и наслаждаемся готовой деталькой аналогично вяжем вторую ножку теперь свяжем мордочку мы делаем 3 воздушные петельки во вторую от крючка петлю я вяжу 3 столбика без накида и 3 столбика в следующую петлю теперь я буду вязать не по спирали а замкнутыми рядами для того чтобы было аккуратное соединение я немножечко высвобождаю петельку рабочую отпуская ее с крючка ввожу крючок в первую петлю предыдущего ряда захватываю рабочую петельку и вывожу ее вперед дальше возвращаюсь к предыдущей петле из которой у нас выходит рабочая петелька ввожу в нее крючок сверху вниз на себя захватываю рабочую петельку и вывожу наверх через эту петлю через переднюю стенку этой петли вот таким образом у нас получается немножко те же 6 петель но они у нас не по кругу а такой небольшой как бы овал дальше мы делаем воздушную петельку делаем воздушную петельку и вяжем второй ряд 6 прибавок по кругу по одной прибавки в каждую петельку 1 прибавка 2 прибавка 3 4 5 и 6 заканчиваем этот ряд также как и предыдущий немножко освобождаем рабочую петлю вводим крючок под обе стенки первой петли предыдущего ряда захватываю рабочую петельку и протягиваю ее на переднюю сторону на лицевую сторону ввожу крючок под переднюю стенку сверху вниз к себе по направлению захватываю рабочую петлю и вытягиваю ее наверх снова делаю воздушную петельку третьем ряду мы будем вязать 1 столбик без накида и прибавку повторяем по кругу 6 раз в ряду 18 петель крючок вязать 1 столбик без накида и прибавку повторяем по кругу 6 раз в ряду 12 так и Продолжение следует... Третий ряд также замыкаем. Делаем воздушную петельку. И последний ряд, четвертый, 18 столбиков без накида по кругу, то есть по одному столбику в каждую петлю. Продолжение следует... 18 петель мы провязали. Теперь в первую петлю предыдущего ряда вводим крючок, захватываем нить и делаем соединительный столбик. Делаем воздушную петельку. Оставляем хвостик примерно 20-30 сантиметров для того, чтобы удобно было пришить. Вытягиваем крючок, подтягиваем последнюю петельку. И у нас получается вот такое аккуратное соединение. И мордочка мартышки имеет слегка овальную форму. Последняя маленькая деталька, которую нам осталось связать, это хвостик для нашей мартышки. Я начинаю вязание, как обычно, с двух воздушных петелек. Во вторую от крючка петлю я вяжу 6 столбиков без накида. Дальше провяжем 9 рядов по 6 столбиков без накида. По одному столбику в каждую петельку. Сразу эта деталь будет узкая, ее вязать достаточно сложно, поэтому мы сразу с первого ряда придаем форму, выворачивая ее в нужном направлении. Вот я провязала 6 столбиков и продолжаю вязать еще 8 рядов. По 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это второй ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это третий ряд. Я спрячу внутрь начало вязания. Эту деталь набивать наполнителем мы не будем, оставим ее плоской. Так как она достаточно узкая, то она будет держать форму за счет упругости вязаного полотна. В конце последнего ряда я делаю соединительный столбик, делаю воздушную петельку, обрезаю нить, оставляю 15-20 см для пришивания деталей к телу, затягиваю последнюю петлю и вот такой у нас получается хвостик. Все детали готовы, приступаем к сборке. Первое, что я делаю, это пришиваю тело к голове или голову к телу, как вам больше нравится. Можно пользоваться любой нитью, либо от тела, либо от головы, где у вас остался больше хвостик, можно использовать ту нить. Проверяем набивку. Если мало, то можно добавить сейчас. Я делаю нитку в иголку с тупым концом, с большим ушком, делаю первый столбик по направлению из детали наружу в следующую петельку, чтобы скрыть бугорочек, вот этот, который получился от последней петельки. Я затягиваю и он исчезает. Теперь я буду сшивать детали вместе по тайным швам. Я прикладываю одну деталь к другой и подхватываю, ввожу в одну петельку иголку снаружи внутрь и в следующую вывожу изнутри наружу. То же самое дело на второй детали, в эту же петлю, из которой выходит нитка, я ввожу в нее иголку снаружи внутрь и вывожу из соседней, изнутри наружу и затягиваю. Повторяем то же самое до конца, каждую петельку сшиваем с аналогичной на второй детали, не забываем затягивать, чтобы не было просветов и детали не болтались. Продолжение следует... Теперь нам нужно спрятать рабочую нить. Мы ее выводим в любом месте и начинаем прятать ее по соседним столбикам. Маскируем по столбикам, прячем в разном направлении, проходимся вправо-влево. Теперь можно ее обрезать, не делая никаких узелков, этого крепления достаточно. То же самое нужно сделать со второй нитью от тела или от головы, соответственно, той, которую вы не использовали. Точно так же ее нужно спрятать внутрь и пройтись по нескольким столбикам в разном направлении. Дальше оформляем мордочку. Когда будете пришивать мордочку, обратите внимание, чтобы горизонтально были расположены вот эти две петельки основные и центральные. Тело у нас имеет не круглую, а приплюснутую форму, соответственно, одна сторона это перед, другая сторона это спинка. Мордочку мы размещаем относительно тела, формы тела. Можно использовать булавки для того, чтобы закрепить деталь на голове до того, как ее пришивать и посмотреть, нравится ли нам расположение ее. Теперь будем пришивать. Вводим иголку в петельку на голове и выводим ее из соседней. Захватываем за обе стенки иголкой петельку на мордочке и проходим через две эти петельки. Вводим в ту же петельку на голове и выводим из соседней. Соседней уже начинаем заворачивать по окружности. Когда у нас остается небольшое отверстие, еще мы не дошиваем до конца, убираем булавки. Деталь уже закреплена, нам нужно добавить немного наполнителя внутрь под эту деталь. Для того, чтобы она была объемной. И продолжаем пришивать по окружности. Обязательно, когда вы уже пришили деталь, прежде чем прятать нитку и обрезать ее, оцените, насколько ровно бы ее было. Насколько вам нравится ее расположение на основной детали, на основной части игрушки. Если все хорошо, вас все устраивает, тогда прячем рабочую нить и обрезаем ее. Теперь можем пришить ушки. Вделим нитку в толстую иголку с большим ушком. Делаем одну петельку, делаем один стежок в следующую петельку изнутри наружу для того, чтобы спрятать бугорок и сравнять поверхность. И примеряем, где мы будем располагать ушки нашей мартышки. Где вам нравится, можно их совсем внизу расположить. Я хочу чуть-чуть от шеи их приподнять. И пришивать мы будем... Я сделаю еще один стежок, чтобы удобно было, чтобы вывести иголку на другую сторону, чтобы мне удобно было показывать. Вот так я располагаю ушко и начинаю пришивать его к голове. Делаю стежок на основной детали, прошиваю насквозь обе стенки ушка. Не забывайте примерять деталь, чтобы все было ровненько. Захватываю две... захватываю стенку петельки на голове. Я снова прошиваю насквозь две половинки уха и в следующую петельку на голове. Насквозь две половинки уха и в следующую петельку на голове. Прячем ниточку рабочую. Обрезаем и пришиваем симметрично второе ушко. Располагаем детали симметрично, выравниваем и начинаем пришивать тем же самым способом. Доброе утро. Доброе утро. при пришиваем ручки располагаемых в самом верхнем ряду тела я делаю как обычно один стежок чтобы спрятать бугорок выровнять поверхность детали и пришиваю в самый крайний ряд располагая их точно под пушками прошиваю насквозь в обе стенки ручки затягиваю делаю стежок в последнем ряду тела затягиваю и снова прошиваю насквозь в следующие две петли на ручке с вторую ручку пришиваем абсолютно аналогично симметрично 1 в верхнем ряду туловище под головой и и вторую ручку и и и и и и и и и пришиваем ноги ножки мы пришиваем в нижней части туловища к первому ряду туловища Продолжаем. 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 и пришьем его тоже плоским делаем стежок на теле прошиваем обе половинки детали снова делаем стежок на тельце мартышки осталось нам только оформить мордочку вот такая у нас получается мартышка вдеваем акриловую или мулине нить для вышивки черного или темно-коричневого цвета в тонкую иголку для вышивки вводим делаем узелок на конце обязательно вводим иголку где-то между петельками и выводим в один из уголков мордочки мордочку я оформила следующим образом я сделала просто такие как крестик выглядит она как x через серединку мордочки вот таким образом делаю вышивку и и вывожу иголку там где будет глазик располагаться глазки располагаем широко друг от друга для того чтобы они получше у нас держались и не оторвались и не потерялись я через них еще раз прошью ниточкой для прочности и повожу наверх вышью маленькие маленькие бровки и и Продолжение следует... Ну вот, мордышка и готова. Получается такой небольшой дружок. Его можно повесить на сумку, прикрепить к нему петельку и повесить его на сумку или на ключи. Такой маленький дружок. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео уроках. Пока-пока!